Итак, представления группы СУН или некоторого класса специального представления конечномерных непроводимых группы СЛНС, они вкладываются в регулярные представления Т группы, до определенности будем говорить о группе СУН. Значит, регулярное представление определяется так, значит, для любого элемента Ж из группы СУН, значит, да, это регулярное представление действует в пространстве функций, в пространстве функций, для определенности будем говорить про гладкие функции на группе СУН. Значит, ну и определяется так, то есть представление Т от Ж, это некий линейный оператор, который действует в пространстве функций ФИ, то есть функции ФИ, они отображают группу Ж в комплексные числа, то есть вот, значит, есть линейный оператор, который сопоставляется к каждому элементу группы СУН, он действует на функцию, зависящую от элемента H группы Ж, то есть H тоже является элементом группы СУН, вот, и результат действия такой, это есть новая функция, вот мы ее вот так записали, которая есть, значит, H умножить на Ж, то, что называется правое регулярное представление, то есть аргумент функции ФИ, H, значит, сдвигается справа элементом группы СУН, Ж. Значит, легко проверить, что вот это отображение Т из группы СУН в множество линейных операторов, оно является гомоморфизмом, то есть это действительно представление. Вот, значит, для того, чтобы выделить из этого, да, ну, так сказать, для того, что группа СУН компактная, то все неприводимые конечномерные представления по теореме, которые мы доказывали, когда обсуждали элементы теории характеров для компактных и конечных групп, значит, мы тогда доказали, что все конечномерные неприводимые представления компактных групп, они вложены в регулярное представление. Ну и вот, чтобы выделить эти представления из регулярного представления, давайте рассмотрим специальный подкласс функций, значит, специальный подкласс функций, специальный подкласс F, значит, пространство функции будем обозначать буквой F, вот, в которой есть полиномы, полиномы, полиномы от H. Значит, напоминаю, в связи с тем, что H, это и есть элемент группы СУН, то H, это вообще-то говоря, матрица N на N с коэффициентами ИЖ. Вот, значит, поэтому мы будем рассматривать полиномы от коэффициентов матрицы H. Ну и давайте рассмотрим какой-нибудь полином степени R, то есть от элементов, от элементов, от коэффициентов матрицы H. Значит, H I1, K1, H I2, K2 и так далее. H I R, K R. Вот, рассмотрим такой маном, стоящий из элементов матрицы H. Вот. Тогда, в соответствии вот с этим преобразованием, общим, как действует регулярное представление на произвольную функцию φ, значит, у нас, значит, вот этот маном преобразуется следующим образом. значит, он перейдет при таком преобразовании он перейдет вот в такой маном. Значит, I1, L, L1, H I2, L2, H I, L, L, здесь будут стоять вот эти самые матрицы матрицы преобразований. Вот видите, что элемент H, он подворачивается элементом G справа. Поэтому все вот эти коэффициенты, они будут подвернуты элементом G справа. Значит, L1, напишу так, L1, K, 1, то есть эта матрица подвернет вот этот элемент справа. Значит, потом матрица G подвернет вот этот элемент справа, L2, K2, и так далее. Значит, ну и последний элемент подвернется вот так. К, вот. Значит, ну вот теперь видно, что на самом деле, значит, если у меня есть полином, значит, построенный как линейная комбинация вот таких маномов, то понятно, что в силу вот такого преобразования этого манома, видите, маном в степени R, он переходит в некую линейную комбинацию маномов в степени R. Поэтому, так сказать, если у меня есть полином, состоящий из линейной комбинации, таких маномов в разной степени, то понятно, что этот полином развалится на инвариантные подпространства полиномов, имеющих одну и ту же степень однородности, потому что преобразования не меняют степень однородности у полиномов. Поэтому, вот, так сказать, на самом деле, если мы интересуемся конечномерными и неприводимыми представлениями, нам надо рассматривать пространство полиномов, имеющих одну и ту же степень однородности, скажем, степень однородности R. Вот, ну, так сказать, видно также, что если я возьму просто степень полином, построенный из маномов первой степени, И1К1, то видно, что он преобразуется следующим образом, это И1Л1 на HЛ1К1. То есть, на самом деле, значит, вот регулярное представление действует на полиномах, на маномах, ну, или на полиномах первой степени, как на пространстве определяющих представления. Потому что, напомню, значит, определяющее представление группы SON, оно действует в пространстве, действует в пространстве размерности N, которое есть не что иное, как просто С, комплексное пространство размерности N. Значит, если я возьму базис, значит, базис и бежит от единицы до n, значит, это базис, базис vn. То определяющее представление t от g, давайте регулярное представление пишем, напишем здесь букву r регулярно, чтобы отличать от определяющего представления. Значит, t от g действует на, так сказать, вот этом n-мерном пространстве, если мы зададим просто действие, то есть правило, как действует определяющее представление в н-мерном пространстве, значит, определяющее представление, оно определяется действием любого элемента на базисные вектора. Ну, и это, кстати, известно, что это действие записывается вот таким образом. То есть базисные вектора подворачиваются справа элементом, значит, матрицы g, которая принадлежит группе SON. Вот. Ну, и, так сказать, сравнивая вот это соотношение вот с этим, мы видим, что на самом деле мономы первой степени, на мономах первой степени регулярное представление просто-напросто, так сказать, редуцируется к определяющему представлению. Вот. Ну, и, соответственно, на самом деле, вспоминая, как, вспоминая, что такое прямое произведение, прямое произведение, допустим, R штук определяющих представлений, ну, это вот такое тензорное произведение определяющих представлений, взятых на элементе g. То есть это такой оператор, это такой оператор, который действует уже в прямом произведении R штук пространства определяющего представления. Значит, опять же, как задать действие такого оператора в таком пространстве, надо взять базисные вектора, а базисные вектора в этом пространстве, это и есть произведение R штук базисных векторов в каждом из факторов, то есть это и есть базис базис Vm tensor R. Вот. То есть для того, чтобы задать, так сказать, вот прямое произведение, тензорное произведение R штук определяющих представлений, значит, нам надо, на самом деле, задать, как этот оператор действует на базисе в этом пространстве, ну, и, так сказать, действие записывается стандартным образом, действие записывается стандартным образом, опять же, то есть t tensor R G действует на вот базисный вектор в пространстве в тензорном произведении определяющих пространств, пространство определяющего представления, сейчас они записываются так, это t, значит, L1, ну как, то есть мы действуем линейным оператором на базисный вектор, мы получаем вектор Vm tensor R, а этот вектор можно разложить по базису, ну, и вот это разложение записывается так, значит, L, R, ну, а здесь стоят вот эти самые G, L1 и 1, и так далее, и так далее, G, L, R, вот это определение, как действует тензорное произведение R штука определяющих представлений на вектора в этом пространстве, ну, вектора в этом пространстве, так сказать, по определению это тензор R и R, то есть действие вот такое, ну, и теперь сравнивая вот эту формулу вот с этой мы видим, что действительно в регулярном представлении, если мы берем в регулярном представлении подпространство функций, то есть в пространстве регулярного представления берем подпространство функций, являющихся однородными полиномами степени R, такие линейные комбинации, вот, то видно, что вот эта формула, она воспроизводит как бы формулу вот такого вот прямого произведения представлений. Но при этом видно, что каждый элемент H, мы можем его интерпретировать как базисный вектор в пространстве Vn, если зафиксируем номера строк. По номерам столбцов у нас нумеруют базисные вектора, а номера строк мы должны зафиксировать, они при этом не меняются. Но в любом случае видно, что если я смотрю на регулярное представление и ограничиваю его действие на полиномы определенной РТ степени однородности, то я как бы воспроизвожу, я вижу, что в этом представлении есть прямое произведение определяющих представлений группы СОЭ, содержится в таком представлении. Поэтому на самом деле, в силу того, что в регулярном представлении содержатся все конечномерные представления, то я вижу, что все конечномерные представления неприводимые должны содержаться и в прямом произведении определяющих представлений. Потому что каждый из этих маномчиков первой степени соответствует определяющим представлениям. Ну и остается задача о том, как выделять, задача о классификации всех представлений группы СОЭ и специального класса представлений СЛНЦ, которые соответствуют группе СОЭ. Они сводятся к тому, что надо рассматривать задачу о том, как выделять неприводимые представления из прямого произведения определяющих. Ну и вот мы сейчас начнем этим заниматься. Для того, чтобы понять, что же надо делать, надо прежде всего понять, почему, собственно говоря, определяющие представления является неприводимым. Надо понять, почему прямое произведение определяющих представлений является приводимым. Вот. Для того, чтобы это понять, почему такое представление является приводимым, давайте определим действие. Ну не определим, а давайте отметим, подчеркнем то, что в пространстве произведения R штук определяющих представлений действует не только группа СОЭ, согласно этой формуле. Но действует еще и группа перестановок СР, о которой мы говорили в первой сегодняшней лекции. Значит, как она действует? То есть, если у меня есть элемент СИГМА из группы СР, то я могу задать действие элемента СИГМА на произвольный элемент, на произвольный тензор. Давайте для начала возьмем просто произведение, прямое тензорное произведение R штук векторов. Есть элемент R. И давайте определим, как действует СИГМА на вот такое прямое произведение векторов. Значит, ну в силу того, что, так сказать, я смотрю некое специальное представление, как действуют элементы группы перестановок, вот, так сказать, некое представление вот в таком пространстве, я, значит, это представление буду обозначать буковкой С. То есть, вот действие элемента СИГМА в представлении С, так сказать, это представление определено вот в таком пространстве, в тензорном произведении R штук определяющих, пространство определяющих представление. Итак, значит, определение этого действия, группы перестановок в этом пространстве, задается действием, значит, некоторой произвольной перестановки, пусть это произвольная перестановка, на вот это произведение векторов. Значит, и по определению это следующее. Значит, надо просто переставить эти вектора. Но переставить хитрым образом. Надо применить, значит, вот СИГМА, это перестановка из СР. Значит, как я вам только что рассказывал, СИГМА можно представить в виде, значит, вот такой двухстрочной таблицы, где сверху стоят числа 1, 2, 3 и так далее, R, а снизу результаты их перестановки. СИГМА1, СИГМА2, СИГМА3 и так далее, СИГМАР. Так вот, когда, значит, группа перестановок действует на прямое произведение R штук векторов тензорных, то она их переставляет. Но переставляет в соответствии с этой перестановкой следующим образом. Она на первое место ставит вектор с номером СИГМА-1. То есть, среди вот этих номеров я нахожу номер, соответствующий обратной перестановке СИГМА и ставлю его на первое место. Значит, на второе место ставится результат перестановки СИГМА-1 от 2 и так далее. В СИГМА-1 от R. Значит, вот такое хитрое применение перестановки СИГМА, когда результат, на самом деле, перестановки зависит не от СИГМА, а от СИГМА-1, значит, мотивируется следующим. Значит, в силу того, что это, я хочу, чтобы это было представление, я хочу, чтобы С был гомоморфизмом. То есть, С от СИГМА-1 должно равняться С от СИГМА на С от МИУ. Вот. Ну и давайте проверим, что на самом деле гомоморфизм согласуется именно с тем, что я сюда поставлю СИГМА-1, а не СИГМА. То есть, мне надо доказать, что, значит, левая часть этого равенства действует на вот такое произведение векторов точно так же, как и правая часть этого равенства. Ну, давайте подействуем правой частью этого равенства на произвольное произведение векторов. Значит, С СИГМА, С МИУ, действует на В1, В2 и так далее, ВР. Значит, ну вот давайте, смотрите, вот пусть у меня СМИУ подействует на В1, В2 и ВР, он его как-то переставит, так. Но я пока не буду писать, как он переставит, я просто напишу так, В1 штрих, значит, ТЕНЗОР В2 штрих и так далее, ТЕНЗОР В штрих Р, где В, значит, ИТ штрих, это есть В СИГМА в минус первой ИТ, как результат, э, пардон, МИУ, МИУ в минус первой ИТ. То есть, это есть результат действия СМИУ на такое произведение векторов. Вот в соответствии вот с этой формулой, значит, если я подействую СМИУ на произведение векторов, то здесь получится МИУ минус первая, МИУ минус вторая и так далее. То есть, В штрих ИТ, это ВМИУ минус первая ИТ. Значит, теперь действие ССИГМА сюда даст мне что? Согласно вот этому правилу, он мне даст В с чертой СИГМА в минус первая 1, В с чертой СИГМА в минус первая 2 и так далее. В с чертой СИГМА в минус первая Р. То есть, у штрихованных векторов я должен, значит, индекс 1 заменить на СИГМА в минус 1 и так далее. В связи с этим правилом, значит, СИГМА минус первая от И, это и есть МИУ минус первая, СИГМА минус первая от МИУ. Поэтому результат такой, это будет В, значит, В, МИУ минус первая, СИГМА минус первая от 1. Значит, В, МИУ минус первая, СИГМА минус первая, 2 и так далее. В, МИУ минус первая, СИГМА минус первая, Р. То есть, видите, да, что В штрих ИТ, это есть В от МИУ минус первая от СИГМА минус первая от СИГМА минус первая, 1 и так далее. Вот, ну, а теперь видно, что на самом деле вот это вот есть результат, значит, действия СИГМА минус первая на единицу. То есть, это есть не что иное, как действия С от произведения СИГМА минус первая от СИГМА минус первая. Только тогда мы получим свойство гоморфизма. Поэтому определение именно такое. Ну и как я вас учил, для того, чтобы построить матричное представление, надо, так сказать, подействовать вот этим самым определением на базисные элементы, чтобы знать, как на произвольный тензор действует. Действует перестановка в этом представлении. То есть как действует S от сигма, как действует S сигма в пространстве VLтензор R. Значит, действие задается действием этого оператора на базисные элементы. То есть S сигма надо подействовать на базисные элементы. И 1, и так далее, E и R. Ну и результат действия такой, согласно этому определению. Значит, на первое место мы ставим I с номером сигма минус 1, 1. 1, на второе место ставим I с номером сигма минус 1, 2. И так далее. И на последнее место ставим E с номером сигма минус 1, R. То есть передосовал эти вектора в соответствии вот с этим правилом. Вот. Ну и это можно написать вот так. Дельта, E, K1, тензор, E, K2, и так далее, тензор, E, K, R. А здесь написать дельта, K1 и сигма минус 1, 1, и так далее. Дельта, K, R и сигма минус 1, R. Вот. То есть, значит, вот этому оператору сопоставляется вот такая матрица. Значит, вот такая матрица сопоставляется. Ну или, так сказать, на самом деле эту матрицу можно переписать так. Так как у меня, значит, дельта символа Кронекера вот так записанная, то у меня я вот эту сигма, я могу их так перетасовать, чтобы у меня снизу стояли E1, E2, и так далее, и R. То есть эту матрицу я могу перерисовать так. Это будет K сигма от единицы, E1. Дельта, K, сигма 2, от E2, и так далее, дельта, K, сигма, R, и R. То есть, как бы вот эти сигма минус 1 я перегоню в верхние индексы, но, так сказать, они у меня переставятся, так сказать, в соответствии с сигмами. Вот. Значит, и вот это вот есть, собственно говоря, матрица, которая соответствует, значит, S от сигмы. Вот это вот есть представление уже как матрица перестановки сигмы. Вот. Значит, давайте заметим следующее, что... Ну, во-первых, так сказать, во-первых, если я теперь возьму и подействую вот этим оператором на произвольный тензор, ПСИ, E1 и так далее, и R. То есть, вот ПСИ — это будут компоненты тензора. Значит, вот это произведение тензорное R штук базисных элементов — это базис. Значит, если я его разложу по базису в любой тензор, то он будет у меня определяться вот таким объектом с R-индексами. Ну, вот как мы привыкли, на самом деле, определять тензора. Значит, тогда преобразование будет записываться вот таким образом. Вот. Здесь будет стоять ПСИ, E1 и R. Везде надо дописать. Ну, и отсюда видно, что на самом деле тензор... Компоненты тензора... То есть, вот базис преобразовывается так, как я написал. А компоненты тензора будут преобразовываться так. Они перейдут, значит, в компоненты вот такие. Значит, E1 будет с КСИГМА-1 сворачиваться. СИГМА-1. Значит, EСИГМА-1. EСИГМА-2. И так далее. EСИГМА-1. То есть, если, так сказать, вот компоненты... Если, так сказать, этот оператор действует на базис, то он переставляет базисные вектора в соответствии с преобразованием СИГМА-1. А вот для компонент тензора преобразование будет таким, что... Значит, вот этот вот результат действия оператора S от СИГМА на компоненту. То видно, что он просто переставит эти самые коэффициенты, так сказать, индексы у тензора в соответствии с преобразованием СИГМА. То есть, вот такое правило. Значит, на базисе это будет соответствовать преобразованию СИГМА-1, а на компонентах будет соответствовать преобразованию СИГМА. Вот. Значит, ну, так сказать, давайте введем еще такую перестановку, которая очень важная. Значит, которая очень важная. Называется... Значит, ну, давайте посмотрим, как действует представление для соседней транспозиции СИГМА-ИТа, которая переставит И и плюс первый элемент. Значит, он действует на базисе. Значит, И1... Давайте здесь возьмем К. Значит, И1 тензор Е и РТ. Значит, он переставит КТ и К плюс первый фактор. То есть, он все факторы оставит без изменения, а КТ и К плюс первый переставит. Значит, на КТ и место он поставит КТ и К плюс первый базисный вектор. А на К плюс первое место поставит КТ, а все остальные останутся на прежнем месте. Ну и, соответственно, значит, вот такая перестановка, ее можно написать так. Это будет Е в степени... Значит, Е в степени К1 и так далее. Е в степени... Тензор Е в степени КР. Значит, а здесь будет, кстати, дельта К1 и 1. Значит, И1 не трогается. Потом дельта К2 и 2 тоже не трогается. А вот здесь произойдет перестановка. То есть, дельта К... Плохо индексы. Ну, давайте L тут напишем. L1, LR, L1, L2. Значит, L катый, он станет ИК плюс первым. А LK плюс первый станет ИКатым. Ну, а дальше останутся те же самые дельта LR и R. То есть, вот вспоминая графическое представление, мы видим, что на самом деле, значит, на самом деле вот этому представлению графическому, где сигма, 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 сигма катый, сигма катый, напомню, напомню, что сигма катый мы рисовали так. Это были, значит, как бы такие тривиальные нити. А потом на ИК плюс первом месте у нас произошла такая перестановка. А дальше опять и здесь. Вот. Поэтому, если я вот здесь вот напишу индекс ИКатый, ИК плюс первый, здесь напишу ИКатый, ИК плюс первый, здесь L1, L2 и так далее, здесь I1, I2 и так далее, здесь LRT и RT, то вот каждой такой нити соответствует дельта символу Кронекера. То есть, вот это вот здесь, как бы такое представление, вот то, что здесь написано, это есть представление сигма катого. И вот это представление можно, так сказать, как себе мыслить, как вот такую же картинку, которую я вам рисовал, так сказать, сегодня в первой лекции. Но, так сказать, в качестве вот этих нити, так сказать, мы представляем себе дельта символа Кронекера. Ну и, так сказать, здесь дельта символа Кронекера, они как бы номера не меняют, а вот, так сказать, накатом ИК плюс первом месте у нас номера начинают вот так вот перекрещиваться. То есть, у нас возникает дельта символа Кронекера с номерами с индексом LKT и K плюс первым, и с номерами дельта символа Кронекера и K плюс первой с ИКТом. Буквально то, что здесь нарисовано. Вот. То есть вот это вот есть представление для S от сигма К. Если каждую такую палочку мы воспринимаем как дельта символа Кронекера. Вот. Значит, теперь давайте определим... Да, и так, значит, кроме того, что у нас в пространстве VNR, VN, тензор R, действует тензорное произведение определяющих представлений R-штук, мы видим, что в этом пространстве мы можем определить еще действие группы SR. То есть мы получили замечательную вещь, что, значит, в этом пространстве VNRM действует, во-первых, группа СОН действует вот таким образом, как тензорное произведение определяющих представлений, и во-вторых, действует... действует группа SR. Значит, действует она согласно вот этой формуле. Ну, вот этой вот. Ну, или вот этой. Или вот этой. Вот. То есть у нас в одном и том же пространстве определены действия, значит, как группы СОН, так и группы SR. Давайте определим, значит... Давайте зададим некоторый оператор X. Пусть X действует в пространстве VNR. Пусть оператор X действует в пространстве VNR. Значит, будем говорить, что оператор X инвариантен относительно действия группы... Значит, X инвариантен относительно SUM преобразования. В пространстве VNR, если X удовлетворяет такому свойству, значит, T1, TG, TENSOR TG, и так далее, T TENSOR G, то, что мы обозначали как T в степени R от G, умноженное на X, равняется X, умноженное на вот этот самый T TENSOR R от G. То есть если X перестановочен вот с этим оператором, с представлением группы СОН в пространстве VN, то такой оператор X мы будем называть инвариантом по отношению к действию группы СОН. Но инвариантен почему? Потому что вот эту формулу, ее можно переписать вот так вот. На самом деле, значит, T TENSOR R от G, X, T TENSOR R от G, минус 1, равняется X. То есть можно еще ее переписать вот таким образом, то есть X инвариантен, если выполняется вот такая формула. Но нам удобно все-таки ее записывать вот так вот. То есть X коммутирует с оператором T TENSOR R от G. Значит, это должно быть для произвольного элемента G из группы СОН. Значит, вот если для произвольного элемента группы G, для произвольного элемента G из группы СОН выполняется такое соотношение для некоторого оператора X, который действует в VN. Заметьте, что это тоже оператор, который действует в VN, согласно этой форме. Вот. Итак, если выполняется это соотношение, то X называется инвариантным оператором. Значит, имеется на самом деле, ну давайте я напишу здесь все-таки, как у меня действует S от SIGMA. на E, на произведение векторов E и T. Ну, базисных векторов, давайте, в базисных векторах. Напишите, ну давайте все-таки вот V1. Вот форму, которая была здесь, которую я стер. Мне сейчас понадобится тензор. Вот беру произведение R векторов тензорное. Это элемент в этом пространстве, и S от SIGMA действует так, что переставляет эти вектора согласно вот правилам, которые мы с вами обосновали. С от SIGMA минус 1 1 и так далее, V SIGMA минус 1 R. То есть у меня и группа перестановок, SIGMA это элемент из СССР, и группа перестановок действует в прямом произведении, пространство VN, R штук, и группа S у N действует. Теперь в этом пространстве я сдаю некий оператор и требую, чтобы он коммутировал вот с таким оператором T, тензор G. T, тензор R, значит, от G. Для всех G. Так вот, имеется утверждение, замечательное, о том, что любой оператор X, инвариантный, то есть удовлетворяющий вот этому соотношению, действующий вот в этом пространстве, этот оператор X всегда можно записать так. То есть любой оператор, который утворяет этому соотношению, представляется в виде суммы по всем перестановкам из группы перестановок. Некоторые коэффициенты, X от SIGMA, это коэффициенты, то есть каждая перестановка составляет какой-то коэффициент, ну, так сказать, из C, на S от SIGMA. То есть оказывается, что вот все вот эти операторы, которые занимаются тем, что они переставляют, значит, факторы в тензорном произведении, то есть влияются как бы представлениями представлениями групп перестановок, их линейная комбинация таких операторов. Это есть самый общий вид оператора X, который является SON-вариант. Ну, сейчас мы это докажем. Но для, так сказать, начала я хочу просто сказать, какое следствие из этого утверждения вытекает. Всего то, что вот этот оператор является нетривиальным, то есть он не единичный, видно просто по построению, вот не единичный. Это говорит о том, что представление тензорное произведение R-штук определяющих представлений является, в силу того, что оно коммутирует это представление с некоторым нетривиальным оператором, то по лиме Шура, в силу того, что это представление комплексное, по лиме Шуры следует, что это представление должно быть приводимым. Потому что, если, так сказать, вы помните, по лиме Шура с неприводимым представлением может коммутировать оператор пропорционально единичного. Если у нас существует оператор X не пропорционально единичный, который коммутирует со всеми матрицами представления, то это представление должно быть приводимым. Поэтому это утверждение сразу же говорит нам о том, что прямое тензорное произведения, что определяющее представление должно быть приводить к представлению. Значит, это первый факт. А второй факт заключается в том, раз любой такой оператор, который коммутирует, представляется вот в таком виде, то теперь, значит, если я теперь выделю среди таких операторов операторы, которые осуществляют проекции на такие как бы минимальные подпространства здесь, то есть я построю из этих операторов некие проекторы, которые будут проектировать на какие-то подпространства, то все эти подпространства будут в силу вот этого условия, значит, если x-проектор и он выделяет что-то в пространстве vn, то все эти проекторы будут выделять, на самом деле, инвариантные подпространства. Но об этом я чуть-чуть позже поподробнее скажу. Итак, давайте докажем вот это утверждение, что любой инвариантный оператор, вот такой, он представляется в виде такой суммы. Значит, ну давайте для начала возьмем, да, ну, так сказать, то, что, значит, давайте так, значит, первое, значит, пусть мне задан такой оператор x, вот в таком виде, давайте докажем, что он обладает таким свойством, как бы достаточность. Итак, значит, мне задан, то есть для того, чтобы x, x коммутировал с t-тензор g, достаточно, чтобы он был в такой форме. Значит, для этого достаточно доказать, что на самом деле коммутирует с любым элементом этого представления, значит, любой, любой член в этой сумме. Сейчас мы докажем, что для всех σ и для всех, для всех σ из SR, для всех g из группы SVM выполняется это свойство, то, так сказать, значит, я докажу, что, так сказать, любой оператор такого типа, он коммутирует, коммутирует с t-тензор гераджи. Значит, ну как это доказать? Значит, это доказать очень просто. Значит, давайте возьмем, возьмем любое прямое произведение операторов, которые действуют в этом пространстве. То есть оператор А1, это оператор, который действует в первом факторе, оператор А2 действует во втором факторе здесь, ну и так далее. Значит, давайте посмотрим, куда он переведет произвольное произведение векторов. То есть я умножу такой оператор справа на s от σ и посмотрю, куда он переведет произвольный вектор. Значит, ну понятно, значит, это будет А1 на V σ в минус первый один, тензор А2 на V σ в минус первый два, тензор и так далее, а R, V от σ минус первый R. То есть вектор с номером σ минус один один подвертится элементам А1, вектор V с индекса σ минус один два подвертится операторам А2 и так далее. А теперь давайте посмотрим, в чего у меня перейдет вот такой вот оператор. s от σ, а σ1, тензор А2, тензор и так далее, а σr. То есть я переставлю вот эти операторы в связи с перестановкой σ и подействую еще справа оператором s от σ и посмотрю, куда он переведет тоже произвольное произведение тензорное r штук векторов. Вот. Ну давайте, это место тут мало, давайте вот здесь вот напишем результат действия. Значит, ну чего? Значит, на вектор V1 действует а σ1, так? Правильно? А потом я должен применить перестановку с σ1, а он к номеру один, так сказать, его переводят, так сказать, вот по этому правилу в номер σ-1. Поэтому, значит, на первом месте у меня будет стоять что? У меня будет стоять А1, и он действует на V σ-1. Значит, на второе. Значит, у меня А σ сюда ставят двойку, правильно? А сюда ставят σ-1-2. А2V σ-1-2. Ну и так далее. Теперь сравнивая то, что я получил для вот этого оператора. Вот это, да? Результат действия вот этого оператора на произвольный вектор. И результат действия вот этого оператора на произвольный вектор, я вижу, что это одно и то же. То есть, на самом деле, у меня возникает такое правило, значит, как действует у меня, как действует у меня вот это S от σ, вот этот оператор, вот этот оператор действует на прямое тензорное произведение R-штук операторов. Он просто переставляет эти операторы в соответствии с перестановкой. Сигма от σR. То есть, он просто их переставляет и все, больше ничего не делает. Ну и протаскивается. То есть, результат протаскивания S от σ через вот это вот тензорное произведение операторов сводится к перестановке этих операторов и S от σ пишется слева. Вот. Поэтому, если я в качестве вот этого оператора возьму TAG, тензор TAG, то после любой перестановки здесь у меня опять возникнет здесь TAG, потому что все факторы здесь совпадают. A1 равняется A2, равняется AR, равняется TG. Поэтому, когда я действую S от σ, он мне просто их переставит TG. Другими словами, он их просто не поменяет. Поэтому, вот это вот свойство, оно достаточно очевидно. А раз, если выполняется вот это свойство, то, значит, произвольный оператор, произвольная линейная комбинация таких операторов тоже будет удовлетворять условия инвариантности. то есть, вот в одну сторону доказать, что, так сказать, такой оператор является инвариантным, так сказать, это легко. То есть, если у меня оператор такой, то он инвариантен. Вот, доказать, как бы, необходимость здесь достаточно сложно. То есть, надо доказать, что любой оператор X, который представляется вот в таком виде. вот давайте это докажем. И после этого прервемся чуть-чуть. Значит, теперь давайте докажем, что любой оператор, который является инвариантом, есть линейная комбинация некоторых представлений элементов групп перестанового. Вот. Ну, давайте запишем это условие для случая, когда G диагональная матрица. Матрица. То есть, элемент группы SVN диагональная матрица. диагональная матрица с коэффициентами диагональной А1, А2 и так далее, АН. То есть, матрица НН с диагональными коэффициентами. Ну, элемент группы СУН, это говорит о том, что, конечно, значит, диагональные элементы есть одно условие, детерминат равняется единице, но на самом деле мы можем ослабить это условие и считать, что вот все вот эти А являются произвольными комплексными числами. То есть, считать, что мы смотрим инвариантность не относительно группы СУН, а относительно группы ОН. То есть, можно показать, что это, в общем, одинаковое условие. Если у нас Х инвариантен относительно СУН, то он будет инвариантен относительно ОН и наоборот. Если он инвариантен относительно ОН, то он будет инвариантен относительно СУН. Вот, значит, поэтому давайте подставим в эту формулу, подставим вместо T от G, T от G, подставим диагональные матрицы. Сюда это условие будет выглядеть как, значит, у нас G, E1, K1, G, I, R, K, R на X, K1, K, R, L1, L, R. Это я вот написал левую часть, то есть вот R штук определяющих представлений, значит, от элемента G, это вот такое прямое произведение матриц G, значит, оператор X, который действует в прямом произведении R штук определяющих представлений, это вот такой тензор с 2R индексами, где есть R входящих индексов и R исходящих. Он, как бы, значит, сворачивает тензор R-того ранга по L и снова делает тензор R-того ранга. Значит, я написал левую часть, а правая часть будет записываться так, это будет E1, ER, K1, KR, G, K1, L1, G, KR, L, R. Это я написал левую часть, то есть правую часть, то есть это левая часть, а правая часть записывается вот так. И пусть теперь у меня есть, пусть у меня G это диагональная матрица, то есть G и K, это есть дельта и K на АК. Поэтому то, что здесь нарисовано, я могу написать так, это есть АК, это есть АИ1, АИ2 и так далее, АИР. Это я подставил вместо G, вот это вот дельтимул Кранекер на АК. Значит, X, E1, E, K, R, L1, L, R. Это есть, значит, X, E1, E, K, сейчас, E, R стоит, E, R, E, R, K, R. Значит, X, E1, E, R. Здесь дельтимул Кранекера подставит L1, L, R и будет стоять А, L1, А, L2 и так далее, А, L, R. То есть это условие, его можно переписать так, значит, вот А минус, минус А, L1, А, L2 и так далее, А, L, R умножить на X. Давайте вот, перенесу я правую часть влево, у меня будет стоять вот такая разность, L1, А, L2 и так далее, А, L, R умножить на X, равняется нулю. То есть вот это условие, если же диагональное, переписывается вот так. А это условие говорит следующее, что у нас на самом деле, значит, в X можно реализовать в виде вот, то есть частное решение, частное решение, значит, что, вот в силу того, что здесь как бы, а, произвольные, да, и в силу того, что, значит, это идет, тут, кстати, суммы нету. Просто, просто умноженное. Видно, что этот X, частное решение для этого X и 1, в силу того, что А произвольные и суммирования нету. Ну, например, как можно получить частное решение? Можно взять и R раз продифференцировать по А. И результат дифференцирования мне просто выдаст вот такой вот ответ, что это есть, значит, некоторый коэффициент X, зависящий от И1 и R. И будут стоять такие дельта символы Кронекера. Дельта И1, L, σ1, И2, L, σ2 и так далее, дельта И, R, L, σR. То есть вот для любой перестановки σ, то есть вот это будет частным решением вот этого уравнения. Значит, это можно просто получить дифференцируя по А, с некими фиксированными номерами. То есть дифференцирование здесь просто займется тем, что начнет переставлять эти А, и мы просто сведем, так сказать, ответ к такому выражению. Значит, общее решение будет просто сумма таких. Значит, ну, дома проверьте, значит, если я возьму теперь, подставлю вот такое, значит, вот это выражение для X, которое мы вытаскиваем, если, так сказать, требуем, чтобы матрица G была диагональной. Если теперь мы вот это вот частное решение подставим, подставим, так сказать, как бы, подставим вот в это выражение для общих G, то у нас получится, что вот этот X, он не зависит от координат. То есть это есть некоторый коэффициент, который зависит только от перестановки вот от этой сигмы. Ну и все. Если это частное решение, то, так сказать, беря сумму таких частных решений, я на самом деле получу вот это выражение, потому что S от сигмы, это буквально, так сказать, вот такое произведение для символа Кронекера, которое я вот здесь стер, ну и которое можно вот выудить из этой формулы и поставить сюда базисные элементы. То есть я вот это представление для S от сигмы уже писал. Значит, таким образом, действительно, получается, что не только вот такое выражение с представлением группы перестановок, которая действует в прямом произведении ВН, является инвариантом, то есть коммутирует с действием, но и, так сказать, наоборот, любой элемент представляется таким образом. Вот. Значит, ну и теперь, так сказать, я сформулирую общий рецепт, который потом будет, так сказать, реализовываться, значит, в следующих эрекциях будет реализован более конкретно. Значит, теперь мы можем сделать следующее. Теперь я могу... Перед так... Давайте рассмотрим пример. Давайте рассмотрим пример. Возьмем тензорное произведение двух определяющих представлений. Значит, согласно вот этому утверждению, которое я сделал... Итак, значит, в этом пространстве действует, во-первых, прямое произведение, тензорное произведение двух определяющих представлений, то есть, так сказать, все операторы такого типа для произвольного элемента из группы G. И действует еще группа перестановок. Значит, а группа перестановок здесь как действует? В силу того, что у меня есть... Значит, R равняется двойке, то есть, здесь действует группа S2. У S2 есть только два элемента. Это единичный элемент и первая транспозиция, сигма-1. Вот. Значит, ну или просто перестановка. То есть, сигма-1, S от сигма... Ну, давайте так, сигма равенится сигма-1. S от сигма действует на E, E, I, T, 1, E, I, T, 2. Он их просто переставляет. Это будет E, I, T, 2 на E, I, T, 1. Ну, или можно это написать как некую матрицу, которую я уже писал. В данном случае эта матрица будет вот такой, К1, И2, К2, дельтинговый К2, И1. То есть это матрица перестановки. Давайте обозначим оператор буквой П. Итак, у меня в этом пространстве, когда R, я рассматриваю случай, R равняется 2. В этом пространстве у меня действует, во-первых, группа СУН с помощью вот таких операторов, и, во-вторых, группа С2 с помощью единичного оператора, но единичный оператор ничего не делает с таким прямым произведением, и просто перестановка, которая переставляет два фактора. То есть есть как бы два нетривиальных, вот в этой сумме у меня есть всего два члена, это есть единичный оператор, с некоторым коэффициентом Х плюс, значит, с некоторым коэффициентом ХП оператор П, ну, С от Си, КТУС-П. Перестановка вот так вот. Ну, а представление вот этого оператора, это И1, К1, И2, К2. То есть он не переставляет никак эти факторы, поэтому вместо вот такого, значит, И1, И2. Итак, давайте правильно напишу. Значит, у меня есть единичный оператор С от Я с коэффициентами И1, И2, К1, К2. Матрица этого оператора, который есть Дельта И1, К1, Дельта И2, К2. Есть оператор С от Сигма, который есть перестановка вот с такой матрицей. Дельта И1, К2, Дельта И2, К2. То есть вот видно, сравниваем вот эту матрицу единичную, и перестановка, видно, что это две разные матрицы. Вот, теперь, в силу того, что линейная комбинация этих двух операторов, значит, напишу здесь И, здесь напишу П, она коммутирует с любым оператором нашим перестанком. Я пишу, что у меня, значит, вот, во-первых, это представление приводимое, потому что это оператор, это реально, что он не профессиональный единицы. Да, вот. А вот так же я пишу, что я могу из этих двух операторов, из операторов такого типа, сделать два проектора. Один проектор не такой, который из 1 2 1 1 2 1 2 2 а 2 1 2 2 2 2 и она 2 2 2 1 5. Этот б journalists plus plus minus 20ini C1 Т.е. на самом деле, действие оператора вот этим левой и правой частью на фреатензор 2. У меня выделится некая пространство B+, ну, пространство B+, минус, а B есть результат, есть средний двух проектов, а R. И вот эти вот подпространства B+, B и минус, они на самом деле являются невариантами этих пространств. Все вот это хорошо. Так как F+, минус, F+, минус, а минус, и минус связанных для 2N. 2N, G, G, F. Ну, почему, например, потому что, так сказать, потому что, ну чё, здесь у меня есть некая тензор 2-го ранга, Пси, т.е. на недвижайшее время пространства 2. Я, так сказать, из этого произвольного тензора, снижающегося в этом пространстве, делаю тензор Пси-минус, который, если б минус на Пси, который бежит в пространстве D+. Так. И могу сделать Пси-минус, который, если результат, есть ли П-минус, то он бежит в пространстве D-минус. Теперь, если я поддействую Т, тензор 2G, на Пси-минус, то есть, либо на тензор, который бежит в пространстве D-минус, либо на тензор, который бежит в пространстве D-минус, т.е. на тензор 2G на Пси-минус Пси. Т.е. на тензор 2G на Пси. Т.е. результат этого действия принадлежит к тензор 2G на Пси. Т.е. я поддействовал этим оператором на пространство D-минус и получил, соответственно, пространство D-минус. Т.е. пространство D-минус является инвариантными, всего того, что они проецируются некими операторами, построенными по этому правилу, что x, что x – это призвольная сумма D-минус, а всем перестановку D-сер с дефицентами x от Сси на S от Сси. Т.е. действуя таким образом, я в пространстве приводимого представления – это два варианта пространства D-минус. Т.е. достаточно легко показать, что эти два пространства D-минус являются пространством неприводимых представлений, и таким образом видно, что я решил задачу о выделении двух неприводимых представлений. Т.е. действия операторами P-минус и P-минус мы из тензоров второго ранга на самом деле вырезаем два инвариантных подпространства, которые определяют мне два неприводимых представления, соответствующие этим двум проекторам P-минус, которые построены как раз как оператор x, в котором есть линейная комбинация операторов S от Сси, которые действуют в прямом произведении двух тензорных пространств. И теперь, используя идеологию вот этого примера, понятно, что надо делать в случае произвольного произведения, произвольного числа определяющих представлений, а именно надо, значит, среди вот этих операторов x, которые являются инвариантами, среди таких операторов надо выделить все проектора. Значит, все проектора, давайте их пронумеруем индексом альфа. Во-первых, сумма по всем альфа должна давать единичный оператор. Значит, мы смотрим x, значит, вот эти самые P альфа, они должны строиться как операторы x. Значит, их сумма должна равняться единичному оператору. В тензор Rn. Значит, это дает мне, так сказать, убеждение в том, что, так сказать, соответствующие проектора P альфа, значит, а проектор это что? Проектор P альфа в квадрате должно равняться P альфа. Вот это определение проектора. Значит, как ни трудно проверить, вот эти P плюс и P минус, они удовлетворяют таким условием P плюс минус в квадрате равняется P плюс минус. Ну, и, так сказать, они ортогональны друг другу, а именно P плюс на P минус равняется нулю. То есть, на самом деле, значит, мы должны выделить такую, то, что называется, ортогональную, взаимноортогональную систему проекторов, а именно P альфа умножить на P бета. Это должно быть ноль, если альфа не равняется бета, то есть она должна быть пропорциональна дельцингу Кронекера. И если альфа равняется бета, то P альфа в квадрате должна равняться P альфа. Вот. Итак, мы должны выделить всю полную систему проекторов, то есть сумма по всем проекторам должна давать единица. Это значит, что мы все это пространство Вн полностью разлагаем на вот пространство В альфа, который есть результат действия П альфа на В тензор Н тензор Р Н. То есть, если есть такой слой полноты, значит, мы разбиваем все наши пространства Вн тензор Р на сумму пространства В альфа. То есть из этого и из этого соотношения следует, что Вн тензор Р это и есть сумма по альфа В альфа. Во-первых. Во-вторых, значит, каждый такой проектор проецирует на инвариантное пространство в силу того, что есть аналог вот этого соотношения, а именно, что П альфа, так как П альфа строится как оператор Х, то, соответственно, есть правила коммутирования. А отсюда следует вот абсолютно то же самое рассуждение, как в случае Р равняется двойке. Отсюда сразу следует, что на самом деле все такие пространства В альфа, на которые разбивается, сумма которых разбивается Вн от Р, они все являются инвариантными. А неприводимость гарантируется тем, что вот эти самые проектора должны быть то, что называется примитивными. Значит, П альфа примитивные. Примитивные. Это значит, что П альфа нельзя разбить в сумму двух других проекторов, которые снова, так сказать, как бы, ну, вместо П альфа я могу взять, не могу взять два других проектора П штрих альфа и П два штрих альфа, значит, сумма которых дает П альфа, такое, чтобы они снова, так сказать, вместе с не штрихованными выдают полную и взаимно-ортогональную систему. То есть вот если, как бы, такие минимальные проектора взяты, которые называются примитивными, то тогда соответствующие инвариантные подпространства, которые вырезаются этим примитивными проекторами, они определяют неприводимые представления. Итак, значит, мне надо среди вот таких сумм Среди таких сумм Выделить систему взаимно-ортогональных Взаимно-ортогональных Полных Систему полную И примитивную Проекторов После чего я Решаю задачу о Выделении всех неприводимых Конечномерных Представлений В Тензорном Произведении R штук Определяющих Представлений То есть в каком смысле Решаю задачу О Классификации всех Конечномерных Неприводимых Представлений Группы СУН Ну или группы СЛНЦ Которые, значит, Определенного Класса Которые вкладываются в Прямое произведение Определяющих Представлений Такой класс Представлений Которые находятся Взаимно-однозначном Соответствии с Представлением Группы СУН Вот И вот эта задача Она на самом деле Имеет Непосредственное отношение К задаче о Представлении группы Перестанова Почему? Потому что Вот этот оператор, который Написан здесь Его можно переписать Вот так Х Равняется Представление С Отображения От Вот такой Суммы Х Сигма Сигма Где Сигма Принадлежит Группе Перестановок То есть, если я, так сказать, буду считать, что Вот это Отображение С Оно обладает Свойством линейности То есть, оно, так сказать, линейно Расширяется на Вот все такие Линейные Суммы Элементов Групп перестановок А эти Элементы Это есть элементы Как мы знаем Это есть элементы Элементы Групповой Алгебры Групповой Алгебры Обозначились так С С От Р То есть, элементы Групповой Алгебры Группы Перестановок Групповая Алгебра, напоминаю Это все линейные комбинации Элементов Группы То есть, если Если в группе Вы можете, так сказать Брать произведение Элементов То, если вы Построить Такой объект Который В котором Допускается Сумма Элементов Группы Значит Эти элементы Группы Как бы Линейную оболочку Такую Натягиваете На элементы Группы Элементы Группы В этом Объекте Рассматривается Как Базис В неком Линейном Пространстве То, что получается Это называется Групповая Алгебра Об этом Шла речь В одной Из предыдущих Лекций Видно, что На самом деле Операторы Инвариантные Это На самом деле Представление Элементов Групповой Алгебры Значит И Представление Если я Хочу смотреть На проектора То это Представление Неких Элементов Е-Альфа Из групповой Алгебры Значит Е-Альфа Итак, проектор У нас Проектора Э-Альфа Получается Как Результат Представления Элементов Е-Альфа Где Е-Альфа Это Элемент Групповой Алгебры Группы Перестановок Кстати Расширив С Значит Гомоморфизм С До линейного Гомоморфизма Когда я С могу Вытащить Вот Значит То есть Задача сводится К тому Что надо построить Элементы Уже в групповой Алгебре Группы Перестановок Не среди операторов Которые действуют ВТСРН А просто вообще В группе Перестановок Я рассматриваю Групповую алгебру То есть могу Складывать элементы Группы И вот там я должен Найти такие операторы Которые во-первых Должны образовывать Систему Вот таких операторов А это называется Эдимпатенты Эдимпатенты В алгебре Значит Элементы Которые обладают Таким свойством Вот сравните это Со свойством Взаимной Ортогональности Вот Значит Далее Эти элементы Должны удовлетворять Условию полноты Е Альфа Равняется Е То есть Сумма всех Элементов В Сумма других Взаимно Ортогональных И Взаимно Ортогональных Проекторов Значит Если я Решу Вот эту задачу Вот Заметьте Вот Но Но С другой С другой Сороны Выделение Таких Таких Элементов Которые называются Этимпатентами Значит В групповой алгебре Групп перестановок Она еще решает И задачу Построения Неприводимых представлений В группе перестановок То есть На самом деле Каждый такой элемент Он Так сказать Если я буду смотреть Левое регулярное представление На таком элементе Значит Группы Перестановок То Каждый такой элемент Он как бы генерирует Неприводимые представления Группы перестановок И в этом смысле Значит В силу того Что представление Этимпатента Дает проектор Который Выделяет неприводимые Представления Группы СУН В этом пространстве С одной стороны А с другой стороны Этимпатент Связан с неким Неприводимым представлением Группы перестановок У нас получается Такая дуальность Между неприводимыми Представлениями Группы перестановок и неприводимое представление группы СОН. То есть, на самом деле, имеется такое соответствие. Оно, на самом деле, не взаимооднозначное, но имеется соответствие, которое каждому представлению групп перестановок сопоставляет некоторые представления группы СОН. Это дуальность теории представлений группы перестановок и конечномерных неприводимых представлений группы СОН. Это называется дуальность Шуровеля. Ну и вот, так сказать, мы в следующих лицах будем заниматься таким конкретным построением реализации вот этой программы, которая вот здесь вот была намечена. А именно мы начнем строить явный вид вот этих иди-патентов для групп перестановок СССР. То есть, еще раз, имеется дуальность между представлением группы СР и неприводимыми представлениями группы СОН, которые действуют в пространстве ВН-тензор-Р. То есть, вот эта Р совпадает с тем номером групп перестановок, которая будет изучаться.